Ну а теперь то, что касается покупки квартиры на вторичном рынке, какие документы нужно проверять, что нужно знать о риэлторах, наш опыт. Юля, она больше в этом понимает, поэтому она расскажет как раз все эти моменты. Попробую. Но рассказываю только исходя из личного опыта. Покупка квартиры – это, конечно, всегда риск. И в основном это риск для покупателя. Потому что очень-очень легко можно попасть на мошенников. Допустим, вы выбрали квартиру, которая вам понравилась по объявлению. Пришли ее смотреть. Первое, что нужно попросить у собственника – это документ основания собственности. То есть это может быть договор купли-продажи, договор дарения. Второй документ – это свидетельство, которое подтверждает право собственности. И, конечно же, паспорт собственника. Только советую вам убедиться, что это паспорт действительно собственника. Что там не вклеена фотография. То есть, что документы одни, например, на квартиру, а собственник там вообще показывает другой человек и является владельцем этой квартиры. В паспорте на что можно обратить внимание в паспорте собственника? Можно посмотреть, состоит ли он в браке. Если состоит, то дату брака посмотреть и сравнить, когда была квартира приобретена в собственность. Потому что если квартира была куплена в браке, то, по сути, супруг тоже имеет на нее право. И желательно попросите у собственника снять копии из документов. Они вам в дальнейшем очень пригодятся. Ну, вот сколько мы покупали квартиры, в Калининграде покупали, нам разрешали, позволяли снять копии. Ну, если не копии, то хотя бы попросите сфотографировать договор. На телефон можно сфотографировать, сейчас удобно. Договор купли-продажи и свидетельство о праве собственности. Мы даже фотографировали еще и паспорт собственника. Правда, на нас смотрят так. Ну, я когда просил, можно сфотографировать? Ну, вообще мы не против, ну, и так с таким недоумением, что зачем это надо? Вы взяли эти документы, вы убедились, что квартира действительно в собственности, что вы разговаривали с собственником, что он ее продает. Теперь, есть ли в квартире прописаны дети, несовершеннолетние дети? Мы не касаемся вопроса, есть ли дети собственники. Это совсем другая тема, и эту тему нужно рассказывать отдельно. Есть ли просто дети не собственники, но они прописаны в квартире? Здесь есть один нюанс. В соответствии с действием статьи 20 Гражданского кодекса, несовершеннолетний ребенок до 14 лет, его местожительством считается местожительство родителей. Следовательно, для того, чтобы ребенка выписали из квартиры, кто-то из родителей должен быть прописан где-то в другой квартире, куда в дальнейшем пропишут ребенка. Местожительство бабушек, дедушек или других родственников оно не подойдет. Ну, человек в паспортном столе, в никуда ребенка вам никогда не выпишут. То есть сама вы сколько раз выписывала детей, и всегда должно быть другое место жительства. Либо где мама прописана, либо где папа. Ну вот, когда мы покупали квартиру, нас всегда риэлторы убеждали. Да это не важно, дети же не собственники. Ну да, действительно, разрешение органов опеки в этом случае не требуется, но поинтересоваться, куда ребенка пропишут, это нужно обязательно. Ну, еще такой момент, получается, вы убедились, что это действительно собственник, посмотрели договор купли-продажи, свидетельства о праве собственности, выяснили, что там будет дальше с несовершеннолетними детьми, куда их выпишут, пропишут. Вот, и теперь еще можно обратить внимание на физическое и психическое состояние самого собственника квартиры. Ну, бывают такие спорные моменты, когда, ну, может подозрение вызывать, ну, например, инвалид там, что, ну, может ли он отвечать за свои действия. Вот, если вас что-то настораживает, ну, например, там бабушка какая-нибудь очень-очень старенькая, там лет 90, может даже и больше, и продает квартиру, то тут могут быть сомнения в ее дееспособности. Потом такую сделку могут оспорить, если, например, какой-то психический, ну, например, больной человек, вы у него купили квартиру, и потом такую сделку могут оспорить на основании того, что он не осознавал, как бы не осознавал последствия своих действий. Ну, а если человек, например, недееспособный, признан по суду недееспособный, и даже если его опекун, как бы от его имени выступает, то такая сделка тоже не будет действительной. Здесь нужно разрешение органов опеки и попечительства обязательно, ну, это если недееспособный. Ну, если с собственником все нормально, его физическое и психическое состояние не вызывает подозрений, то дальше вы сами закажите выписку из ЕГРП, которая содержит общедоступные сведения. Ее вы можете заказать через интернет. Там 150 рублей раньше стоило. Ну, сейчас, наверное, тоже, не знаю, давно не заказывала. На сайте Росреестра можете выбрать регион и заказать эту выписку. И она вам также придет, ее можно заказать в электронном виде. Это подешевле и побыстрее будет. Из этой выписки вы увидите, не находится ли квартира под обременением, не наложен ли на нее арест по суду. Когда вы проверили все эти документы, и там все хорошо, то вы вместе с собственником обращаетесь в Управление Федеральной Службы Государственной Регистрации, Кадастра и Картографии. И вот там вы должны с собственником заказать выписку из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимого имущества и справку о содержании правоустанавливающих документов. Вот из этой выписки вы увидите, что вообще происходило с интересующей вас недвижимостью, какие собственники менялись. И желательно бы еще, конечно, получить копии этих правоустанавливающих документов. Я так понял, что это очень сложно пойти с собственником куда-то... А на самом деле это не сложно. Это миф, что это сложно. Надо как-то убедить, по-моему, потому что вряд ли кто-то захочет это делать. Я так понял, что из этой выписки вы увидите, какие операции проводились с вашей недвижимостью, кто был ее собственником. Если у вас получилось убедить собственника, вы заказали эту выписку, затем необходимо обратиться с продавцом в паспортный стол ЖКХ или ТСЖ, в управляющую компанию, и запросить выписку из домовой книги. Архивную выписку, то есть где будет видно все, кто были зарегистрированы в этом доме. И вот такое заблуждение существует, что если на момент покупки квартиры в ней никто не зарегистрирован, то значит с ней все хорошо. Это такое заблуждение, большое заблуждение. Потому что даже если человек выписан, не проживает в этой квартире, но право бессрочного пользования этой квартирой у него может быть. То есть вот как раз, если вы сравните, кто был собственниками, берете вот эту архивную выписку, вот эти выписки из ЕГРП, и сравниваете, кто был собственниками на протяжении всего периода. Здесь нужно обратить внимание на приватизацию, как она проходила, приватизация. Потому что даже если, например, в квартире проживали мама, папа, сын, потом впоследствии сын отказался от приватизации в пользу других собственников, он в ней не участвовал. И собственность получилась на маму и на папу. Но это не означает, что если на сына нет собственности, то он все, ничего там не имеет. Это не так. У него есть право бессрочного пользования этим имуществом. И это право у него никто не забирал. И вот если вы купите такую квартиру, и потом выяснится, что лет так через, там, много, через 10, этому человеку негде жить, и он может судиться с вами. И такие суды, они... Придет и будет жить у вас в квартире. Да. Потому что у него есть такое право. Такие суды длятся очень долго, и они проходят с обязательным участием прокуратуры. Ну, как-то так. Ну, в идеале должно получиться, вот в последней нашей квартире было, дом был построен, затем он был в специальном найме у семьи. Мама, папа, дочка и сын. Они на всех четверых ее приватизировали. У каждого было по одной четвертой собственности. И впоследствии, ну, там, уже не помню, было какое-то несчастье. Сын умер. Ему досталось три собственника. И они впоследствии все трое ее продали. Можно сказать, что такая квартира юридически чистая. Ну, такие варианты бывают очень редко. У нас, сколько мы меняли себе жилье, и маме меняли. Первый раз такая попалась. В дополнение к этим документам, можно будет запросить справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Ну, это тоже важно. Обычно всегда это делается. Ну, да. Квартиру невозможно продать, или купить, если нет этой справки. Если так обобщить вышесказанное, по документам, то вам нужно договор купли-продажи, ну, или договор основания права собственности. Там договор приватизации, договор дарения, что угодно может быть. Свидетельство о праве собственности, паспорт собственника, согласие супруга или супруги на продажу квартиры, если она была куплена в браке. Выписку из ЕГРП, которая содержит общедоступные сведения, которые вы закажете сами на сайте Росреестра. Выписку из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимого имущества. Это то, что собственник должен заказать. Справку о содержании правоустанавливающих документов. Выписку из домовой книги. Справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Это список документов, необходимый при покупке квартиры. Конечно, на 100%, если вы изучите эти документы, на 100%, это вас от мошенников не застрахует. Но все-таки какая-то уверенность будет. Эти документы желательно получить до того, как уже привести решение, что будете покупать именно эту квартиру? Справку о содержании правоустанавливающих документов и выписку о переходе прав на недвижимость. Ее можно заказать и позже. Это вы там подробно уже будете изучать вопрос, что творилось с этой квартирой, кто были ее собственниками, как проходила приватизация. Это самый главный, важный вопрос. Не советую, если вас хоть какого-то документа не будет хватать, например, согласия супруги, вам скажут, оно будет завтра, послезавтра, вносите задаток сейчас, иначе завтра там у нас уже 10, 20, 30 покупателей в очереди стоят. Не верьте. Если квартира продается через риэлтора, наверняка они вас будут упрашивать. Но получается, какая ответственность у риэлторов? Их деятельности у нас не подлежит лицензированию с 2002 года, кажется. Следовательно, у них ответственности по сути никакой. и риэлтор не отвечает за порядочность продавца. Вот с 2002 года они работают по договорам, это могут быть какие-то договора комиссии или договор возмездного оказания услуг. Ну, обычно, я знаю, что по этим договорам работают. Ну, и по сути они ни за что не отвечают. Ну, если вы будете пытаться судиться с риэлтором, то максимум, что вы получите, это сумму комиссионного вознаграждения, которое вы заплатили. Да, например, в такой ситуации, когда вы через риэлтора купили квартиру, выяснилось, что квартира принадлежит кому-то другому, и он имеет право на эту квартиру претендовать, и вы думаете, что раз риэлтор не посоветовал эту квартиру, там оформлял документы, значит, он будет отвечать. Нет, ничего подобного, вы в этом случае сами подписываете договор купли-продажи и сами уже отвечаете за свои действия или за то, что подписали этот договор. вся ответственность будет лежать только на вас. К тому же, нужно себе давать отчет в том, что любая сделка может быть оскорен, поэтому в этом вопросе нужно очень внимательно подходить. Но обычно риэлторы стараются и стараются быстрее продать, получить свое вознаграждение и все. И поэтому они вас, возможно, будут уговаривать, что все с этой квартирой хорошо, чудесно и замечательно. И всячески у них есть такие уловки, как они могут надавить на потенциального покупателя. Будьте к этому готовы. в описании к видео будет ссылочка, там можете более подробно уже подсчитать. Спасибо, что рассказала все это нам. Спасибо всем, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк или дизлайк, пишите комментарии. Всем пока! Пока!